Какая хандра! Замечательная погода, яркое солнце, крепкий кофе, хорошая компания, отличная работа. Только ради этого стоит просыпаться по утрам с хорошим настроением. Мой рецепт это хорошая компания, горячий чай и различные вкусности, сладости, ну и хорошие книги. У меня иммунитет примечательный, то есть я вот не болею вообще никогда. Ну я думаю нужно кушать лук, чеснок, заниматься спортом и закаляться, то есть контрастный душ нужен. Гуляем гулять в сквере? Побольше гулять? Что еще? Ну не знаю. Из приятной компании я бы добавил. Да, да. Как с этим бороться? Взять себе в руки надо и не сдаваться погоде. Я вот не сдаюсь, мне все равно зима, лето, осень, мне все равно. Поэтому я не знаю, как с этим бороться. Я желаю побольше быть на воздухе, в парках, общаться с хорошими людьми, вот в моем положении, с внуками, радоваться успехам детей и внуков. Честно, не знаю, мне кажется, это только своя мотивация, если хочешь посмотреть, потому что очень прекрасно все равно. В осени прекрасно снег лежит, не знаю, там очень все красиво. Ну я как-то обычно справляюсь просто сама. Мне очень нравится смотреть на эти пейзажи, как-то я визуально все это воспринимаю. Поэтому вот как-то так. Ну это же пара пустяков. Вышел на улицу, вдохнул свежий воздух, на солнышко глянул и расцвел. И забыл, что ты уже не девушка, что ты уже кое-что имеешь в болезни, какие улыбаться, позитивный настрой, не злиться, не завидовать. И пользу приносить, творить что-нибудь для семьи, за ребенком помочь ухаживать, встретить его из школы, выйти с ним погулять. Два рецепта, это, наверное, ну лично для меня это всегда ставить какие-то цели, всегда двигаться вперед. Если, конечно, грустно, влюбляться, не знаю. У меня такого никогда нет, наоборот. Каждый сезон для меня какая-то радость. То же самое и осенью. Не знаю, музыку пусть люди слушают. Я учусь в консерватории, и для меня лучше лекарство музыка. Так что это главное средство. Борьбу с хандрой осенью, весной, в любое время года. Работать, ходить на тренировки, все. Не знаю, вот, это самое, страдаю хандрой, как бороться, не знаю. Не знаю, что такое хандрой, к сожалению. Может быть, к счастью? Не могу, не могу ответить, да. Ну, я еще, наверное, молодой, чтобы знать такие термины, такие болезни. Мне кажется, она каждого подстерегает на своем пути. Ну, я думаю, просто самому, наверное, повышать себе настроение, каждое утро смотреть в зеркало и говорить, какой ты хороший, что у тебя все хорошо. Вот, думаю, все. Мой вариант – это нужно взять своих самых уютных друзей и вечером пойти выпить, чешать кофе и поговорить о чем-нибудь теплом. Спать побольше, наверное. Ну, фильмы какие-нибудь приятные смотреть, греться и не думать ни о чем депрессивном. Если тебе скучно, займись делом. Ну, да, сама бы хотела узнать, как с ней бороться, потому что она одолевает сильно. Ну, наверное, только работай, потому что если вы сидите дома и ничего не делаете, то, конечно, у вас хандра, потому что пасмурно. Только работа, яркий свет дома. Вот, хорошо спать. Кто плохо спит и мало работает, у тех хандра, наверное. Вот, надо хорошо спать, быть активным, работать. Побольше прогулок, кстати, перед сном особенно. С осенней депрессией, мне кажется, положительный настрой, занятие спортом. Вот и все. Вкусно поесть, хорошо спать, употреблять нужное количество витаминов. Думаю, все. Найти себе дело и заниматься им. И все. Танцы. Нужно танцевать, и все будет хорошо. Танцы – это то, что спасает от любой депрессии. Осенние, весенние, зимние. Здесь сезон не важен совершенно. Так что, пожалуйста. Нужно настроение хорошее иметь, естественно. Чтобы давать другим людям настроение, нужно одеваться надо поярче как-то. Чтобы прям настроение солнечное такое было. Ну и не унывать вообще, в принципе. Осень скоро кончится, зима наступит. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...